Анатолий Ким 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 В результате деятельности нашей федерации. В соответствии с государственной аккредитацией, которую мы получили. То есть мы деятельность свою осуществляли всегда законно. Законно, на основе государственной аккредитации. Это две самостоятельные организации. Сегодня, когда мы говорим о том, что стала новая федерация, так скажем, да, объединенная, федерация включает в себя две федерации, это тоже неверно. То есть федерация осталась наша. Федерация МАИ Казахстана существует. На ее базе произошли некие структуры изменения. Изменения в названии, изменения в уставе, в структуре и в руководстве. Да, у нас сегодня избран новым руководителем Галамжан Есенов, новый президент федерации МАИ Казахстана, которая сегодня будет называться объединенная федерация. Но что понимается под объединенной федерацией? То есть те люди, которые хотят развивать МАИ из других федераций, в том числе Сагандык Микеев, они могут принимать участие, войти в состав президиума и влиять как-то на развитие этого вида спорта. То есть мы открываем двери, как и до этого всегда открывали. И Сагандык Микеев не даст мне соврать, что я делал ему предложение неоднократно о том, чтобы он пришел в состав правления нашей федерации и вложил свой вклад в связи с тем, что у него есть за плечами большой опыт работы. Но тем не менее он остался верен панкратиону и продолжал работать в этой федерации. К нам юридически он никогда не вступал. Сегодня, пожалуйста, есть такая возможность на базе нашей федерации также приобщиться. То есть это не юридическое лицо вступает, а пока что физически. Юридическое лицо на сегодняшний день как было, так и остается одно. Это федерация МАИ Казахстана. Почему на базе нашей федерации это происходит? Элементарно просто потому, что все полномочия остались у нас, государственная аккредитация у нас, вся правовая основа и развитие этого вида спорта и история этого вида спорта официально числится за нами. Соответственно, логически это правильно делать на нашей базе. Кроме того, создана ассоциация МАИ. Вот в ассоциацию МАИ уже юридические лица вошли. То есть это федерация НАМАТ МАИ, как самостоятельный вид спорта, тоже национальный, федерация Панкратиона и федерация МАИ Казахстана. То есть мы образовали еще ассоциацию, которую также возглавляет Галамжан Исенов. Вот в этой организации уже юридические лица будут решать какие-то общие вопросы. И, соответственно, эти виды спорта будут самостоятельно тоже развиваться, так как они входят еще и в ассоциацию боевых искусств Казахстана. То есть это виды спорта, которые тоже нельзя бросать, у них есть свои правила, своя история и так далее, и так далее. Они тоже будут развиваться. Вот это что касается понимания юридической стороны вопроса. Что касается конфликта с Финкельштейном. Во-первых, начнем с того, что такового серьезного конфликта его не было. Были у нас определенные недопонимания с Вадимом Григорьевичем. Почему? Объясню. Там есть два аспекта. То есть изначально он стал у руля, стал пионером, так скажем, движения любительского ММА. Несмотря на то, что существовали еще организации в мире, существовала та же АИМА, в которой мы все знаем, да, уже на тот момент. Они даже раньше начали работать, насколько я помню, над созданием любительской международной федерации. Но они не были активными, то есть у них не было соревнований. Первый чемпионат мира, все мы знаем исторически, любительский, провел Финкельштейн и провела WMMA, ассоциация World MMA. В ассоциацию мы пришли благодаря Федору Емельяненко. В каком плане благодаря? Ну, потому что этот человек, по сути, стал флагом, что ли, для организации. На его имя, на его авторитет слетилось очень много стран, в том числе и мы. Я всегда говорил и повторюсь еще раз, что и в Министерстве спорта одобрили наше, так скажем, начинание вступить в эту организацию только благодаря имени Федора Емельяненко. Потому что ММА, к сожалению, в нашей стране ассоциировался все-таки с боями без правил. ММА ассоциировался с криминалом, он ассоциировался с какими-то нехорошими вещами, которые препятствовали регистрации этого вида спорта. И у многих чиновников было мнение, что это вообще не спорт. Нам пришлось это доказывать и во многом благодаря авторитету Федора, который изменил отношение в целом во всем мире к нему, к этому спорту. И вообще сделал его спортом, так скажем, облагородил. Это была его заслуга. Вот мы туда прилетели, конечно же, руководствуясь идеалами спорта. Я не был в этой сфере, я не был бизнесменом, как Вадим Финкельштейн, то есть у меня не было своего промоушена там какого-то. Я не понимал вообще, как это работает в индустрии на тот момент. У нас была простая, со Солбеком Дюсеновым, с которым мы изначально вот и все это начинали, была простая идея. Создать условия для того, чтобы наши ребята когда-нибудь добились таких же успехов, как добиваются многие известные бойцы. Вышли на какую-то мировую арену, вышли действительно в прямой эфир на серьезных телеканалах, вышли на арену М1, которая, ну, все знают, М1 20 лет существует, уже такой достаточно серьезный бренд. Вот и была такая идея. Мы полетели, посмотрели, как это проходит, турниры увидели и попросили вступить в эту организацию с учетом того, что у нас уже есть за спиной опыт работы, есть правовая база, есть федерация, есть регионы, которые могут предоставить спортсменам. И мы сможем действительно на достойном уровне официально уже от государства возить на чемпионаты мира наших бойцов. Вот и все пошло. Работа пошла с этого. То есть провозглашены были правильные идеалы на этом собрании и так далее, что вот мы призываем все страны подключиться. Одним из главных условий было признание вида спорта у себя в стране. Мы это сделали. Причем это сделали очень немногие в мире. Официально признали спорт в Казахстане, только вот мы, там, россияне, еще до нас, да, там, понятно, еще несколько там стран, но очень во многих странах ММА до сих пор, то есть не зарегистрировано, а иногда даже и запрещен бывает. Тем не менее, это было главным условием. Во-первых, количество стран важно, конечно же, да, но и качество, нас всегда волновало качество. И вот с Вадимом Григорьевичем у нас на этой почве возникали трения небольшие в связи с тем, что, допустим, мы и сборная России всегда были возмущены тем, что не все страны уделяют должное, то есть внимание и выполняют те требования и регламенты, которые были поразглашены. А это регистрация вида спорта, ладно. Обязательно проведение отборов у себя в стране чемпионатов страновых. То есть если мы для того, чтобы провести чемпионат страны, проводим область, да, проводим Казахстан, формируем сборную, везем ее на сборы, проводим колоссальную работу для того, чтобы туда приехать, тратим колоссальные деньги и приезжаем туда в полном, причем везем полный состав, во всех весах представленный. И нам бывает обидно, когда ты приезжаешь и видишь, что другая сборная какой-то страны, то есть совершенно непонятным образом сформировала эту команду, привезла, при этом привезла ее не в полном составе, да, и за это, грубо говоря, не несет никакой ответственности. Спрашиваются тогда, почему такие двойные стандарты, почему кто-то должен так трудиться, а кто-то... Если ты не можешь, извини меня, тогда не делай. Это обычно, для меня это всегда было правилом жизни. Если не можешь, не делай. Вот я взялся, я начал делать, и хорошо, мне плохо, тяжело. Это никого не волнует, главное результат. Главное, что мы сделали. Где мы взяли деньги, это наши проблемы. Можешь взять у государства, возьми. А государство не давало ни копейки поначалу, потому что, грубо говоря, нет результата, непонятно вообще, нужно, не нужно. Нам же пришлось доказывать это сколько лет, чтобы нам государственное финансирование начали выделять на сборную. На сборную, только на сборную Казахстана. А чтобы эта сборная появилась, еще сколько работы надо проделать. Вот, и ты занимаешься этим. Точно так же россияне это делали. У россиян мощная сборная, там, что говорить, у них результат, почему они первые в мире, потому что, ну, спортсмены, ясное дело, у них сильные. Ну, и в целом, организация мощная, и поддержка мощная, и государственная, и спонсорская, и так далее. Ну, и сам Федор всегда возглавлял, понятное дело, как флагман эту федерацию тащил. И этим обусловлено то, что мы именно с россиянами встречались в финале каждый год практически. Потому что действительно привозили сильнейших из своих стран и в полном составе. Естественно, у других команд было меньше шансов. То есть, они выбывали в предварительной борьбе. И нам еще, что было обиднее всего, предъявляли претензию, что русские казахи не дают никому пробиться на пьедестал. Вообще необоснованное было как бы обвинение, потому что, извините меня, они не пробиваются на пьедестал только потому, что они плохо работают. Только потому, что вы привозите соперников слабее, а чтобы возить их сильнее, нужно работать у себя в стране. И вот над этим, это была постоянная претензия с нашей стороны. Мы говорили о том, что формировать вообще всемирную ассоциацию, руководство ее, президиум этой федерации, должны те люди, которые реально развивают этот спорт и понимают, как его развивать. Которые проводят, мало того, привозят команды, еще и проводят свои ивенты, так скажем, у себя в стране. Вот мы, к примеру, Казахстан, взяли на себя проведение первого в истории чемпионата Азии среди любителей. И мы его провели в 2014 году в Астане на достойном уровне. Все прекрасно это видели. Карим Кажемканович Масимов был почетным гостем, сам видел это все дело. Емельяненко приезжал. Все прошло на высшем уровне. Нас поставили в пример всем странам тогда, я помню. И мы возглавили азиатский дивизион. Не потому, что там Анатолий Ким с Винкельштейном был друг другом его там или кем-то. Просто потому, что он был первым, который сделал что-то. Да. И поэтому нас избрали. Большое спасибо, что оценили, доверили. Но при этом Анатолий Ким всегда поднимал вопросы и задавал прямо вопросы и Вадиму Григорьевичу. О том, что нужно дальше развивать спорт. О том, что нужно усиливать президиум. О том, что нужно выделять деньги на проведение судейских семинаров, которых не было. По сути, все семинары проводились только по инициативе национальных федераций. Вот мы всех судей аттестовали в свое время благодаря тому, что мы настаивали на том, чтобы эти семинары были. Мы оплачивали этим судьям дорогу проживания, питание, гонорары и так далее. Для того, чтобы они хоть как-то обучали. Потому что без судейства нет вида спорта, как такового. То есть, вот эти проблемы спорта постоянно присутствовали. То есть, проблемы допуска профессионалов, к примеру. Да? У нас очень много профессионалов в Казахстане. И мы настаивали на том, чтобы этим профессионалам была тоже дорога в любительские бои. По желанию. Какие-то страны были против. То есть, были вопросы. Но это... Не буду сейчас подробности вдаваться. У каждого есть точка зрения. Она правильная, с одной стороны. Но, тем не менее, эти вопросы надо было решать. И мы вот постоянно их поднимали, поднимали. Но, как мне показалось, что для Финкельштейна эти вопросы были не первостепенными. Для него первостепенным вопросом всегда было продвижение собственного бренда. Как у бизнесмена. Турниры М1 Global. Шикарные, хорошие турниры. Но важно было их продвинуть. Географию их расширить. Соответственно, в нашем лице он нашел партнеров. И мы, с учетом того, что для нас это тоже было определено своего рода опытом и продвижением, мы согласились на эти условия. Мы проводили два года подряд турниры М1. Если вы помните, они проходили у нас в Казахстане. Проходили очень хорошо, достойно. Ну и проходили они за наш счет. За счет казахстанской стороны. Чего нам это стоило, это отдельная история. В 2016 году нам предложили еще один контракт. Уже на пять лет вперед. То есть ежегодное проведение турниров М1. Мы себе не могли этого позволить, потому что уже ресурсы как бы и так были большие затрачены. Раз. Во-вторых, наступил кризис финансовый вообще в стране в целом. Дефолт и так далее. Это тоже объяснял Вадим Уфенкельштейн. Третья причина была такая, что мы за эти годы сформировали профессиональную команду, которая могла делать ивенты не ниже уровня, так скажем, по организации. Именно по организации мероприятий. То есть если, допустим, кто-то из партнеров Вадима Григорьевича делал это, платил деньги и, допустим, просил сделать под ключ, да, мы тоже учились. И я сразу об этом сказал, что мы будем учиться. То есть нам важно создавать собственный промоушен, нам важно делать на мировом уровне свои турниры. И мы обучились. То есть наша телевизионная картинка ничем не уступала, грубо говоря, ведущим промоушена мира. То есть мы сформировали и телевизионную бригаду, и режиссуру, и постановку. Все это техническое обеспечение турнира. Всему этому мы научились. И сделали это. И это был наш уже казахстанский продукт. Битва намадов. О том, что битва намадов останется за нами, это я тоже сразу сказал на берегу. И Вадиму Григорьевичу я сказал, что да, мы проведем битву намадов под эгидой М1, но в дальнейшем мы оставим этот бренд за нами. И это будет нашим промоушеном международным. Мы будем его проводить под вашей же эгидой, также под эгидой Ассоциации ММА. Если вы помните, раньше турниры проходили под эгидой WMA Asia Promotion. То есть это такой некий азиатский промоушен был, который работал на авторитет организации, нашей общей организации. И для меня было логично, что Вадим Фингрештен должен поддержать. Более того, он говорил о том, что да, это правильно, нужно делать. Но, как я понял, он расценивал нас просто как поставщиков, так скажем, бойцов для М1. И эту площадку он рассматривал так, как дорогу в М1. То есть есть такой проект у него. Но мы не рассматривали именно так. Мы не работали ни на М1. Мы же не вступали в организацию М1. Мы вступали в организацию WMA. Это любительская организация, общественная организация, которая призвана продвигать спорт в целом стране. Мы работали на ее авторитет. В большей степени. И для нас это было приоритетно. Но вот в итоге, анализируя все, что было до этого, я понимаю, что у Вадима Григорьевича приоритет все-таки был в сторону бизнеса. Он все-таки больше бизнесмен. И для него это было важнее. Соответственно, когда появились... То есть мы отказали подписывать контракт в 2016 году, он нас предупредил о том, что он будет искать партнеров в Казахстане для организации. Я сказал, не проблема. Ищите партнеров, если вы найдете их. Мы со своей стороны, как федерация, которая обязана помогать, развивать, контролировать какие-то вещи. То есть мы поможем. Мы это даже бесплатно все сделаем. Поможем организовать. Просто не было ресурсов финансовых. На этом мы и закончили переговоры. И в 2016 году занялись подготовкой национальной сборной, как и обычно, к чемпионату мира в Макао. Для нас было полной неожиданностью, что партнеров, как потом выяснилось, он нашел в лице наших же людей, которые в нашей организации занимали определенные посты. Все вы прекрасно знаете, что Махметов Айдар работал, числился, ну не работал, это, конечно, не назовешь, но имел статус председателя наблюдательного совета. Это человек, который все два года находился рядом, прекрасно знал все, о чем мы ведем переговоры, какие есть проблемы, какие трудности и так далее. Не ставя нас неизвестно, естественно, договорился с Финкельштейном о каких-то передаче, каких-то представительствах, членствах, полномочиях и так далее за нашей спиной. Вот и все. Об этом мы узнали накануне чемпионата мира в Макао. К сожалению, к ним примкнулся Гандык Микеев, как мы поняли потом. Примкнули еще, ну и тогда ввелся разговор уже, наверное, с регионами, определенными. Поддержку потом они получили от регионов, от трех регионов, там, Западного Казахстана, нашей страны. Но на тот момент эти же ребята из этих же регионов, они и были в составе сборной, мы также продолжали работать, как и до этого все годы. Причем ребята из Западного Казахстана, Актюбинск, Уральск, мы поддерживали, наверное, в большей степени даже всегда. И стремились там проводить турниры. И чемпионат Казахстана проходил в ЗКО, чемпионат Кубок Казахстана проходил в Актюбе. Всегда дорога сборной была открыта, и мы признавали, что да, есть действительно сильные тренера, есть сильные пацаны. Всегда помогали и продвигали. Я вам скажу так, национальная сборная ни один спортсмен никогда копейки не заплатил за себя, чтобы поехать куда-то. На сборы или поехать на чемпионаты. Всегда Федерация считала это своей святой обязанностью. И мы всегда это делали, как бы тяжело ни было. Я не знаю, чем там привлекли и так далее, какие посулы там были для того, чтобы поменять все. Как я понимаю, логически. То есть, найдя в лице Махметова партнера своего, понятное дело, никто просто так свои деньги отдавать и вкладывать, как мы это делали. В турнире М1 просто тоже не хотел. Соответственно, хотели это сделать за счет государственных бюджетов. А государственные бюджеты никогда не уделялись. Но в 2016 году впервые в истории мы заложили бюджет. Согласовали этот бюджет в правительстве. И об этом знал и Финкельштейн. Об этом знали все. Ну, кто посвящен был, да. Соответственно, я сразу предупредил, что этот бюджет, если он будет выделен, он пойдет на чемпионат мира, который мы заявили. В 2016 году в рамках Экспо. Он пойдет на него, и он пойдет на битву намадов. Это будет уже наш казахстанский турнир. Ну, не казахстанский продукт казахстанский, а турнир международный. То есть, мы его проведем. И просил Владимира Григорьевича поддержать. Потому что это все-таки под эгидой его ассоциации. Но, видите, как... Я понял, это неинтересно было. То есть, интересно было все-таки подписать контракт. И я как понял, ему пообещали, что если полномочия перейдут к другой организации, соответственно, мы заберем гусоаккредитацию, соответственно, мы заберем все бюджеты и поделимся с вами. Наверное, была такая подоплека с точки зрения бизнеса, может быть, вполне оправданная. Ладно, опустим лирику. В общем, мы сформировали сборную Макао. Были удивлены тем, что, оказывается, в Макао готовится конгресс всемирный, на котором будет рассмотрено членство Казахстана и дальнейшее пребывание, так скажем, нашей организации во всемирной ассоциации. Соответственно, мы приехали туда подготовленные, приехали туда с определенным пакетом документов, которые необходимы для работы, согласно требованиям устава WMA. Мы все делали согласно их уставу. Там были надуманные основания о том, что мы не заплатили вовремя членский взнос, но они абсолютно не жизнеспособны, так скажем, потому что мы всегда платили. Эти взносы есть, и чеки есть, я их уже показывал, была пресс-конференция. Платили, да, не было там прям четкого срока, и всегда платили мы осенью, грубо говоря, под конец года. Почему? Потому что у нас всегда были расходы. Ведь мы несли колоссальные расходы на организацию других мероприятий. И мы не потому, что там какие-то 900 евро в год мы не способны были заплатить, если мы делали огромные турниры, дорогостоящие здесь. Делали причем их для того же Финкельштейна. И говорить о том, что там из-за какого-то взноса, это смешно просто. Вот. Соответственно, это не была основной причиной. То есть основной причиной, вот я примерно рассказал, что послужило. То есть, во-первых, моя персона уже, видимо, стала не очень угодной, потому что мы были одними из немногих практически тех, кто говорил что-то против. Отстаивал интересы спорта. То есть мы не являлись, еще раз повторюсь, структурным подразделением какого-то частного промоушена. И никогда не будем им являться. Мы самостоятельное, независимое государство. Казахстан. И мы свои интересы Казахстана всегда отстаивали. И не собирались плясать под дудку частного бизнеса, интересов бизнеса, чего-то, кого бы то ни было. И об этом я говорил и Вадиму Григорьевичу Финкельштейну. У нас были конфликты, первые, ну, были, так скажем, конфликты, так скажем, такие рабочие чисто. Они были в Амстердаме на Конгрессе Всемирном, они были в Праге на чемпионате мира, куда Федор Емельяненко вообще не приехал. Для нас это было удивительно, почему Федор, который всегда был и стоял у истоков, то есть не приехал на этот чемпионат, он его просто проигнорировал. Это было непонятно. И там же сборная России, Союзома России выдвигал определенные требования. Туда Радмир Габдулин приезжал, приезжал Борис Бурзиев. Они выступали, они выступали за развитие юношеского спорта. Они говорили о проблемах, потому что Министерство спорта России выставляет требования для Федерации. Точно так же, как и наше министерство, они требуют результата. Они говорят, если у вас нет детско-юношеского спорта, то вы не спорт. Если у вас не планируется в дальнейшем, нет стратегическом плане развития. То есть вы проводите чемпионаты России по юношам, а вести их некуда. Задайте эти вопросы, будет ли, не будет. То есть вот эти вопросы начали поднимать. Вполне резонные вопросы, они актуальны для нас. Но тем не менее на этих конгрессах абсолютно никому не интересно было это рассматривать. Потому что эта проблема волновала только их и нас, так как мы полноценно работаем у себя в стране. А там остальные страны, они как-то так. Но в принципе для них это остро не стояло, проблема. И в целом для всей Всемирной Ассоциации эта проблема не стояла. Что для нас было очень неприятно и непонятно. И мы говорили о том, что нужно вносить эти вопросы, на повестку дня их ставить. То есть повестка дня, честно говоря, повестка именно совещаний этих конгрессов, она с нами тоже не согласовывалась. Нам присылали ее по факту, то есть вот для ознакомления. Пожалуйста, вот такие вопросы. А нужны эти вопросы на самом деле нам? Вот Казахстану нужны они или нет? Абсолютно непонятно. Половина вопросов, которые там звучали, нам не нужны. То есть если кто-то выходит на трибуну, какие-то иностранцы, и начинают меня учить, как проводить турниры. Начинают мне рассказывать, как работать со спонсорами. Начинают мне говорить, как работать с государством, с министерствами, выстраивать отношения. Маркетинг у меня учат. Ребята, зачем мне этому учить, если я это уже все прошел на своем горбу? Если я уже провел чемпионат Азии, я провел битву намадов, я провел М1. Я привез сборную Казахстана и вожу ее каждый год в полном составе. И вяжу ее не сам от себя, а от государства, от министерства спорта. О чем вы говорите? Зачем мне это слушать? Ну ладно, если бы это говорил мне тот человек, который это тоже делал. Но ведь мне говорят об этом люди, которые ничего не сделали. Мало того, они даже сборную своей страны не привезли, ни на один чемпионат. И мне рассказывают о том, как работать у себя в стране. И эти вопросы я задал. Я говорю, для чего мне это слушать? Для чего мне слушать этих людей? Зачем я свое время трачу? Я прилетел в Прагу, потратил свои деньги сюда, чтобы послушать вот это. Я говорю, давайте обсудим проблемы, которые реально актуальны для нашего спорта. Нет, не хотят. Пришлось мне тогда в Праге, я помню, вот тогда был. Это был, наверное, самый сильный конфликт. В Праге поднять вопрос. Мне сказали так, что мы не можем голосовать за ваши вопросы, потому что, в принципе, мы голосуем только раз в два года. И это решение мы приняли до этого в Амстердаме. Я говорю, ну это же мы приняли это решение. Ведь никто нам не запрещает свое же решение отменить. Давайте его отменим тогда. Потому что мы раз в году собираемся со всего мира. Неужели мы не можем актуальные проблемы разрешить, когда вот у нас есть такая возможность? Больше не будет такого шанса. Ведь нам календарный год каждый раз планировать. Давайте рассмотрим. Ну это резонно и логично. Я вышел на трибуну и попросил всех членов Конгресса проголосовать за то, чтобы отменить запрет на голосование. Ну как бы бредово звучит, но тем не менее все проголосовали за, и мы проголосовали за наши проблемы и так далее, и так далее. Это, конечно, не понравилось всем членам президиума, кто там находился. И в дальнейшем мы приняли решения, которые были нужны нам. В дальнейшем, ну самое плохое то, что эти решения мы там приняли, а реализация их потом опять же на тормозах была спущена. И все. И такое отношение было всегда и во всем. Это нас очень возмущало. То есть это, я говорю, о том конфликте, который был, конфликте интересов неком. То есть когда конфликты бизнеса и интересы бизнеса сталкиваются с интересами спорта. Вот они столкнулись. И здесь причина не во мне. Причина в том, что в самом управлении этой ассоциации, ну видимо, этот конфликт назревал. Он назревал больше, наверное, между Вадимом и Федором. Потому что у Федора Емельяненко все-таки в приоритете был спорт. Он об этом всегда говорил. А у Вадима Григорьевича был в приоритете, ну, собственный бизнес. И М1 даже первое время пользовался, наверное, преимуществом перед всеми в России, перед всеми промоушенами. Почему? Потому что, ну так как Федор сам состоял в этой организации, да, тем не менее, Федор возглавлял Федерацию Союза УМА России и должен был контролировать работу всех промоушенов. Но по их регламентам и правилам работали все промоушены, кроме М1. И это тоже никого не радовало. Там были претензии со стороны Файтнайтс и других промоушенов, тому же Федору. И говорили, почему вы с нас требуете, а с М1 не требуете. То есть правила же для всех одни, закон для всех один. И были такие неприятные конфликты, то есть по поводу судейства. У Радмира Габдулина были вопросы, да, как бы ему претензии тоже предъявляли. Потому что он являлся главным судьей, которого мы избрали на Конгрессе всеобщим голосованием. Международную судейскую коллегию он возглавлял. Он писал правила, то есть для этого вида спорта. И дальше, если коснуться того же Радмира, потом была неприятная ситуация, которая тоже, наверное, послужила развитию нашего конфликта. Когда после знаменитого боя с Мальдонадо Радмира Габдулина взяли и отстранили от должности председателя судейской коллегии, международной коллегии. А кто? Отстранил его неизвестно кто. То есть просто единоличным решением. Якобы какие-то там судьи пересмотрели независимые. Что-то там решили, вынесли свой какой-то вердикт, что там неправильно было судейское решение. Вы помните, потом вроде результат боя поменяли, потом обратно вернули. То есть Камил Гаджи с этим не согласился. Оставили результат прежним. Но тем не менее, я сейчас не буду говорить о том, правильно ли было судейство, неправильно. Я считаю, что да, было большое упущение, чтобы вся судейская бригада была российской. Это было единственное. Плохое. Вызвали критику обоснованную. А так, в целом, с результатом боя я согласен. Но Радмир Габдулин, нас возмутил тот факт, что Радмира Габдулина в одностороннем порядке взяли и отстранили от работы. Сняли с должности. А ведь мы его все выбирали когда-то, голосовали за него. Так почему же сейчас его просто берут и единолично принимают такое решение? Нас это оскорбило. Мы об этом подняли вопрос и запротоколировали. И на чемпионате Азии, который проводили мы в Корее, мы прям... Вадим Григорьевич туда не приехал, принципиально, наверное. Но приехал туда Федор, приехал туда Радмир. Мы с странами азиатского дивизиона составили протокол и направили прямо в этом протоколе требования свои, чтобы обосновали отстранение Радмира Габдулина, обосновали вообще все решения, которые, согласно протоколу, должны были быть исполнены и не исполнены. Вообще ознакомили нас со своими документами и со своим уставом. Вы можете себе представить, устава WMA не было на сайте и не было в доступе. То есть его не давали даже почитать. Это ненормально для общественной организации. То есть и протокольно мы это направили Вадиму Финкельштейну. Официально. До сих пор ответа никакого нет. Вот такие вот, наверное, базовые вещи, которые послужили... Вы дали поддержку, получается, да, Радмиру? Конечно же, Радмира мы поддержали, потому что в целом... А Радмир один понес ответственность и за тот бой, понятно. Анатолий, извиняюсь, еще раз задам вопрос. Вы поддержали Радмира. Расскажите, как вы именно его поддержали? В чем была выражена ваша поддержка? Ну, наша поддержка была выражена как раз таки в том, что мы официально обратились к руководству Всемирной Ассоциации о том, чтобы они обосновали свое решение. Почему они решили, что они могут единолично снимать главного, то есть председателя международной судейской коллегии. Если эта процедура была, значит, избрание этого человека, она была публичной, так скажем, общей, то сегодня они решают вот так. В рамках каких, так скажем, нормативных документов это произошло? Ведь мы же не знали, нам не дают устав почитать. Мы просили, дайте нам устав и дайте нам документы, которые дают вам такие полномочия. Если этих полномочий нет, то почему вы это делаете? Это вот в этом была поддержка, потому что это было тогда неприятно для всех, и для Радмира, и для Федора того же. Они были возмущены тоже этим, такой реакцией со стороны Финкельштейна. И мы их полностью в этом поддержали. Поддержали не просто на словах, а на бумаге, на деле, поставили свои подписи и отправили. Понимаете? Вот в этом и была поддержка. То есть мы не говорили, что это неправильно или правильно. Мы просили просто нас уважить и объяснить, почему. Может быть, мы бы согласились с этим решением. Но то пошло, можно было поставить на голосование и поменять этого человека, заменить там на другого. Но должны же страны решать. Такие вещи серьезные. Потому что, ну, сняли Радмира Габдулина с поста. Хорошо, это одна сторона. А кого поставили теперь? Никого. То есть, в принципе, вопрос никого особо не волновал там в руководстве. Ну, нет его и не надо. Ну, ничего он и так и не делал. Типа, мы же и так не вкладывали деньги там в развитие судейского корпуса. Нас эта проблема волновала не очень сильно. У нас, у нас судьи есть, у нас, как бы, все идет по плану, М1 работает и так далее. А проблемы Северной Ассоциации особо они так остро не стояли. Вот что нас и оскорбляло. Потому что мы постоянно, как бы, получается, на обслуживании чьих-то интересов находимся. В то время как, наоборот, должны обслуживать наши интересы. Страна-участницы. Вот. В этом и была и наша поддержка, в этом было наше недовольство. И в этом было, как я понимаю, недовольство со стороны руководства и со стороны конкретно Вадима Финкельштейна. В целом нами, да. И мною конкретно, потому что я, ну, не боялся эти вопросы поднимать. Ну, поэтому я говорю, вот здесь вот такие две составляющие есть. И коммерческая составляющая, и политическая такая составляющая тоже есть. Вы, Анатолий, сказали, что вы поддержали непосредственно Радмира Гадулина. Да. И, получается, Федора Емельяненко. Ну, конечно. Сейчас, как я понял, я не знаю достоверно, какие отношения у Вадима Финкельштейна с Емельяненко и с Радмиром, но вроде бы они продолжают общаться, двигаться. Вы дали поддержку Радмиру и Федору. Была ли какая-нибудь поддержка от них в вашу сторону? Какие-то разговоры идут, чтобы, допустим, уладить вашу конфликтную ситуацию с Вадимом Финкельштейном? Что-нибудь такое было? Ну, ведь дело в том, что конфликтная ситуация не у меня была лично, а вообще в целом. То есть я не называю там каким-то личным конфликтом. То есть нет никаких неприязненных отношений там лично к Вадиму Финкельштейну. Но общаться продолжают они, и продолжал и я даже общаться с Вадимом Григорьевичем. То есть вполне мы с ним виделись, вот перед М1 в Атерау даже повидались, поздоровались, пообщались. У меня нет никаких проблем с ним и с его командой. Я очень люблю, уважаю его команду, всех, кто работает в М1, потому что там действительно профессионалы. У нас с ними теплые отношения. Я понимаю, что есть некие большие проблемы, которые не разрешились путем переговоров, потому что они понимали, что со мной договориться будет тяжело. То есть я не ставлю интересы страны, бюджеты страны на кон в переговорном процессе. Хотя понимаю, что от меня, может быть, это зависит. То есть я могу пролоббировать, могу там что-то вытащить в угоду кому-то, но для меня это неприемлемо. Я считаю, что приоритеты страны, национальная сборная и так далее выше стоят, нежели частные интересы чьи-то. Поэтому я такую позицию принципиальную держал. Да, Радмир, причем Вадим Григорьевич всегда же как он, создается же иллюзия демократии, то есть организация, это же решение не он лично принимает. То есть всегда принимает кто-то там, ну какая-то судейская коллегия или кто-то сказал, я не мог пойти против. Или там начали писать в СМИ зарубежных, критиковать этот бой. То есть там были какие-то причины, которые он Радмиру озвучил, почему он был вынужден согласиться с тем, чтобы его снять. Что лично он ничего против Радмиры не имеет. То есть он так сказал. Ну и соответственно, что Радмир может ему противопоставить? Радмир ему верит, там как бы общается, то есть никаких претензий нет. То же самое, всегда свои решения они же как-то оправдывают там, как-то. Но на самом деле, если копнуть дальше, то есть нужно понимать, что это не есть на самом деле обоснование. И нас это не устраивало. С Федором также они продолжали общаться, там возможно были какие-то конфликты. Потом все-таки нельзя забывать о том, что Вадим Григорьевич был его промоутером сколько лет, да, когда Федор был звездой. Так, у меня еще такой вопрос, Анатолий. Я слышал, что вот допустим, опять же возвращаясь к вашему конфликту, что в Макао непосредственно была ситуация, мне сказали, что, я не знаю, вы были в таком состоянии, когда вы встали и сказали, что сборная Казахстана снимается с чемпионата мира. Насколько это достоверно и если достоверно, могли бы вы прокомментировать? Это ложь. Это откровенная ложь и манипуляция. Да, я встал за стола. Были на то причины. Я об этом никому не рассказывал никогда, потому что меня, честно сказать, та ситуация очень сильно задела. И задела она меня в большей степени из-за того, что, да, за этим столом сидел Федор. Если бы там не было Федора, может быть, это я бы не воспринимал так болезненно. То есть это было, может быть, это, конечно, была не его инициатива, то есть, да, пойти против здравого смысла, пойти против собственного устава. Ведь все-таки мы-то добились того, что устав до ГУМА был, мы его нашли, хоть нам его и не давали. Мы сопоставили все, значит, документы. Мы предъявили обоснованные требования. И мы, единственное, что мы просили, опять же, объективно и демократично рассмотреть наш вопрос на Всемирном Конгрессе. Я просил, единственное, и у Федора, и у Вадима Финкельштейна. Давайте, Людин, пусть нас рассудит. Давайте мы выступим. Пусть выступят ваши партнеры новые там, да. Пусть Сагандык Микей выступит. Но не перед вами лично, а перед людьми, перед всем Конгрессом. Пусть обоснуют свою деятельность. И мы обоснуем то, что сделали мы. Этого нам не дали сделать. Почему? Потому что в Макао, когда я прилетел туда, была предварительная встреча. Между Федором, Вадимом, там, Ассалбек был я. И три юриста, там, международного класса, там, какие-то там спортивные юристы, пришли со стороны Вадима Финкельштейна разъяснять мне, что у нас чего-то там не хватает, якобы, юридически, там, не хватает, там, каких-то бумаг, там, еще чего-то там. Я не буду сейчас в эти подробности вдаваться, но мы с этими юристами на своем языке поговорили, так как мы тоже юристы, и четко и ясно дали им понять, что шансов у них никаких нет против нас, если брать юридическую сторону вопроса. И как только они это осознали, эти грамотные юристы, видимо, посоветовали Вадиму Финкельштейну, что выносить вопрос в публичное русло ни в коем случае нельзя, потому что никто не поддержит. Потому что это противоречит вообще, ну, всем принципам спорта, справедливости, равенства, там, логики и так далее. Соответственно, что сделали они? Они сделали, несмотря на мои просьбы, рассмотрение этого вопроса в кулуарно. Нас они не допустили на Конгресс, то есть допустили к участию, ну, то есть просто присутствовать, но лишили права голоса. То есть мы на этом Конгрессе были в статусе людей, которым не разрешено ничего говорить. Это настолько унизительно и неправильно. Это страна вторая в мире в этой организации. Можете себе представить? Просто вот так взяли и лишили права голоса. В одностороннем порядке сняли меня с должности азиатского дивизиона и назначили туда китайца. Ну, местного организатора, который в Макао проводил чемпионат. Голосовали все там, грубо говоря, ничего не обсуждая, а просто выполняя волю, так скажем, первого лица. Я так понял, уже было все согласовано. Вопросов никто не задавал и нам, естественно, не давали права голоса. А потом они вызвали нас вместе с Агандыком Микеевым, посадили друг напротив друга. И сказали свое решение, что вот езжайте в Казахстан, разбирайтесь, пожалуйста. Они, вот мы знаем, что у вас есть бумаги, вот у него есть там какие-то бумаги. А вот он жалуется, что вы, регионы все против вас, что вы плохо работаете там в Казахстане, что регионы, оказывается, с вами не работают. Ну и вот эти вот всякие абсурдные вещи. На что я просто сказал, ребята, давайте отбросим в сторону всякие вот эти домыслы и просто посмотрим на результат. Если бы меня не поддерживали регионы в этой стране, занимал ли бы Казахстан сегодня второе место в мире? Никогда в жизни этого бы не было. Я Федору сказал, Федор, ты прекрасно знаешь о том, что мы со сборной России встречаемся в финале каждый год. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы привозим сильнейший состав сюда. Мог бы я сформировать этот сильнейший состав из своих братишек, грубо говоря, если бы я не возил лучших? А это говорит о том, что регионы меня поддерживают. И я не буду оправдываться, я не буду говорить вам, рассказывать там, к чему у меня какие отношения. У меня нет никаких дружеских отношений, по-небратских, у меня просто работа. И эта работа сама говорит за себя. Вот и есть мое доказательство. А все, что там люди говорят, это люди говорят. Понимаете? Взрослые люди не должны на это внимания обращать. Мы тут не слухами и сплетнями занимаемся, мы работой занимаемся. Если у вас есть что сказать по существу, давайте. Юридически есть что сказать? Нечего. Просто идите, казахи, езжайте к себе в страну и грызитесь дальше за свое членство в этой организации. Вот что было озвучено. Это оскорбление и унижение, на самом деле, нашей страны. Я это так расцениваю. Это аннулирование всех заслуг и так далее. Это просто стравливание. Финкельштейн красиво нас травил. Это хорошая позиция, когда казахи должны между собой воевать у себя в стране за какое-то членство, признание. А потом, в итоге, кто победит, не важно, кто победит. Ну, пусть Анатолий опять победит. Все равно придет ко мне, все равно принесет деньги мне. Грубо говоря. Так же? Так. Нормальная такая схема. Я был возмущен, я просто сказал, спасибо, ребята, я в этом не участвую. Я в этом не участвую. Спасибо вам за работу. Я никогда слова не сказал про сборную. Я не говорил о том, что сборная не будет участвовать. Я просто сказал, что все, спасибо, для меня все стало понятно. И ушел. Сборная уже была в финале на тот момент. И она приняла участие в финале. Как я мог ее оттуда снять? Ребята уже прошли сетку боев. Мы могли снять свою сборную в начале чемпионата. И это было сделано на мандатной комиссии. Было заявлено о том, что... Ведь там было нарушение закона, а фальшификация была заявки национальной сборной. Можете себе представить, когда мы привезли сборную Казахстана. Мы об этом же писали, об этом все знают, и СМИ об этом говорили. О том, что мы привезли туда сборную Казахстана, заявленную Министерством спорта. Профинансированную Министерством спорта. То есть мы материально ответственные лица, мы приехали туда. Мы должны отвечать за нее. Мы приходим на мандатную комиссию. Вернее, Баян Марат Жангалов, наш главный тренер. Пришел на мандатную комиссию, а потом забегает к нам со Солбеком и говорит, ребята, давайте спуститесь, там какой-то бардак происходит. Нашу сборную заявляют от другой федерации. Это в самом начале, как только мы приехали. Как это за другую федерацию? Элементарно, заявка с нашими бойцами, которые в составе национальной сборной, проходили все сборы и так далее, и так далее, которые полетели за счет государства. Стоит печать федерации панкратиону. Фамилии. И Баян Жангалов, главный тренер, тоже там стоит. И там стоят в этой заявке росписи врачей. Понимаете? С печатями врачей. И с печатью этой федерации. И та же самая заявка у нас. Только уже законная. Ведь если копнуть дальше, это уголовно наказуемое деяние. То есть, как они сфальсифицировали это. Какие врачи там расписывались, когда наши бойцы проходили медосмотры. Они были заявлены, официально отправлены и так далее. То есть, этому факту, к сожалению, никто не придал значения. Ну, не разобрались до конца в то время. То есть, и никакого процессуального решения не было принято по этому поводу. Хотя мы об этом говорили и заявляли официально о том, что это нарушение закона. Соответственно, допустить, вы понимаете, ребят от другой федерации мы не могли. Потому что мы потом бы не смогли оправдаться. Как это? Мы бы даже отчитаться за эти деньги не смогли. По приезду. Я говорю, невозможно. Взяли мы, как одно юридическое лицо, а заявили другие. И, соответственно, кто же потом отчитываться должен? Я говорю, это же бред. То есть, когда мы этот вопрос подняли, там было понятно, что либо команда участвует, либо нет. Вы определитесь в самом начале. Естественно, тогда Финкельштейна, кстати, хотели пригласить. Судейская коллегия звонила при мне, Вадиму, и попросила его приехать разобраться, почему так происходит. Почему вдруг Казахстан представляет другая федерация, пытается заявить эту сборную. Финкельштейн не приехал на этот разговор. Махметов сидел там в зале, он прекрасно слышал. Он это все видел, как это не пролезло у них. Не пролезло. И все, и мы отстояли нашу сборную, и все, заявили и участвовали. С финала их никто не снимал. Да, были попытки потом это обыграть. И якобы там звонили ребята. Айбек звонил, пусть ребята дерутся. И Шокпутов звонил, Жангалову, говорил, вот тут ребята должны драться. Да нет проблем. Никто ребят не заставлял сниматься. Конечно, пусть дерутся. Но просто, видимо, кто-то позвонил тренерам и сказал, вот там произошел конфликт, там что-то запрещают выходить. На ровном месте подняли вот эту бучу, начали звонить. Никто не запрещал. Ни главный тренер, ни я, ни Аслабек. Абсолютно. Они также выступили с таким же результатом, привезли общекомандное второе место. Все было нормально. Поэтому, потом это, конечно же, все обыгрывалось так. Так было выгодно. Когда пошел уже разговор, пошел вот этот вот скандал и так далее, конечно, нужно было оправдывать свои действия каким-то образом. И чтобы оказаться героями, там они говорили, что вот мы спасли сборную, Анатолий хотел ее снять. Анатолий эту сборную формировал, готовил и привез. Какой смысл ему снимать? Тем более после того, как ребята уже выступили и заслужили право выступать в финале. Я бы никогда этого не сделал. И этого не было. Анатолий, у меня следующий вопрос. Как вы видите ваше сотрудничество с господином Сагандыком Микеевым? Ну, с господином Сагандыком Микеевым мы работаем, в принципе, работали все это время. С самого начала, с момента образования нашей федерации. Я с ним, как старшим товарищем, который уже имел опыт работы в этих единоборствах, в Макратионе в частности, я ему предлагал сотрудничество, он не даст соврать, раза два конкретно это было предложение, вступить в правление нашей федерации, принимать участие, поскольку я видел интерес его, его спортсменов, ну, как бы в ММА. Но, к сожалению, нам не удалось договориться, хотя он обещал над этим подумать. То есть, на один момент он был не готов к этому, потому что у него все-таки нагрузка была и ответственность была за два вида спорта. Панкратион и грэплинг – это ведь самостоятельные виды спорта, у которых тоже огромная работа. То есть, и как ты можешь, то есть, брать еще на себя ММА. ММА ведь это такая масштабная, серьезная работа. Мы в свое время от джиу-джитсу отказались ради этого, чтобы в ММА пошло движение. То есть, мы отказались от джиу-джитсу, чтобы джиу-джитсу не страдало. И сегодня же это все видят. Результат джиу-джитсу колоссальный. И создана ассоциация, работают все федерации, они вступили. Есть результаты по джиу-джитсу. Он стремительно развивается в нашей стране, этот вид спорта. Но если бы мы в свое время его держали в своих руках и не давали ему развиваться, делали бы ММА, а джиу-джитсу так на втором плане бы двигался, то это было бы неправильно. Хотя джиу-джитсу мы тоже признавали когда-то. Ввели в государственный реестр и с этого вообще начали свою работу. Тем не менее, не жалеем, что отдали. То же самое с Аганды Камякиева. Два вида спорта. Брать на себя третий в свое время он не захотел. Он даже нам, наоборот, предлагал взять на себя филиалы по его видам спорта, по грепплингу в частности, когда-то. Но мы тоже отказались, потому что у нас в то время было два вида спорта, куда нам еще. То есть это был первый. Второй диалог у нас был уже по ММА конкретно. То есть было сделано предложение. Я с ним встречался в Актюбинске. Это конкретно мы вели там переговоры. Я с ним встречался до этого на чемпионате Казахстана. Это какой был по счету тогда чемпионат? У нас четвертый, по-моему, на Борис-арене в Астане. Тогда был вообще. Мы всех приглашали к сотрудничеству. И бойцовские клубы, и Саганды Камякиева. В целом, Саганды Камякиева мы всегда поддерживали. Его ребят в состав сборной даже включали из Панкратиона и возили на чемпионаты мира. Он это тоже знает. Он с нами и на Азию, и на мир всегда ездил. Почему человек вступил на путь какой-то другой, послушав каких-то людей, может быть, кто-то что-то обещал, я не берусь судить. В целом, зла я не держу. Хоть и два года, понятное дело, что создавали нам серьезные проблемы, но в том числе они создавали проблемы и себе, и своим же ребятам, и спортсменам. И многие из-за этого пострадали. Вот это плохо. Я рад, что сегодня есть возможность, нам дали такую возможность работать вместе, и я думаю, что это хорошо. Ни в коем случае мы не препятствовали никогда, и не будем препятствовать деятельности. Мы готовы работать на благо спорта. Все. Я Санады Камикееву призываю к конструктиву, хочу пожелать ему успеха, чтобы он сделал свои выводы из этой ситуации правильные. Что нужно все-таки двигаться действительно не на словах, а на деле во благо нашего спорта. Вот сегодня ассоциация создала нам такие условия, объединила нас под своим крылом. И мы должны постараться сделать все, чтобы был результат работы. Вот я чисто в таком ключе, профессиональном, я готов общаться, работать, и Санады Камикееву пожелать только успеха. Анатолий, мой следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, так скажем, я не знаю, как правильно сказать, как теперь вот эта ассоциация функционирует, ее функциональные какие-то обязанности, ее структуру, вот именно ассоциации ММА. То есть, мне немножко непонятно. Вот, еще раз повторюсь, как я вначале сказал, ассоциация ММА создана с целью объединить три федерации. Вот, три федерации юридических лица вступили. Это объединение юридических лиц. Федерация Намат ММА, Федерация Панкратиона и Федерация ММА. То есть, мы вступили, так как Панкратион и Намат ММА это смежные виды спорта, которые также могут принимать участие в ММА, они вошли в эту ассоциацию. И там будут решаться вопросы как в целом по ММА, так и отдельно по их видам спорта тоже. Что касается Федерации ММА, то она осталась юридически, да, фактически она осталась так же, как и была. Мы также избрали нового руководителя, Голымжана Есенова, своим руководителем, президентом этой федерации. И в этой федерации также открыты двери для всех участников. То есть, в президиум могут войти представители из других федераций тоже, если они хотят развивать ММА. Просто ММА будет развиваться на платформе, на правовой базе, созданной Федерацией ММА, так как она была изначально законной и правильной. И мы также будем работать. То есть, смысл в том, что сегодня это есть проверка для всех нас, то есть, кто действительно работает над этим видом спорта. Те, кто хочет, ведь никогда двери не закрывались. И сегодня они также открыты. И в Федерации ММА, и в Ассоциации мы уже априори все вместе. Мы стали коллегами. Мы вошли еще более того в Ассоциацию боевых искусств, неолимпийских видов единоборств. Там тоже уже коллеги у нас есть, общий руководитель. И я думаю, что очень правильно задана идеология в целом. И я думаю, каждый должен выводы сделать. И вот юридически это так выглядит. Все-таки все остается на своих местах, на законных местах. Работа продолжается так же. Каждый двигается в своем направлении и в то же время двигается в общих интересах. И я думаю, здесь нормально. И каждый настолько, насколько может, вносит свой вклад в общее дело. Мне кажется, нормальный формат. И большая благодарность, что люди, которые пришли сегодня в ММА, в Ассоциацию ММА, и в Федерацию ММА, и Галамжан Исенов, вот Валихантен, генеральный директор, который непосредственно руководит сейчас всеми процессами, то есть они на деле показали свою компетентность и свою заинтересованность. То есть это мы видим на примере организации этого чемпионата, который проходит сейчас. Я хотел бы поблагодарить этих людей за то, что они действительно вносят свой вклад. Чисто с человеческим ресурсом и финансовая поддержка мощная. То есть организация, вы сами видите, на каком большом, на хорошем уровне проходит. То есть для спортсменов создаются условия. То есть они не, так скажем, не опустили ту планку, которую мы пытались держать все эти годы. Седьмой чемпионат уже по счету, первый объединенный, проходит он на высоком уровне, на том уровне, на котором мы привыкли работать. И большой вклад уже есть ассоциации в этом. Потому что и люди, и деньги вложены сюда большие. Это и говорит о том, что действительно не на словах, а на деле пошла работа. Вот это и есть для нас критерий. Там, как бы мы ни назывались, вице-президенты, президенты, для меня это не было никогда главным. Для меня было главным, что тот, кто стоит у руля, должен нести ответственность. Если тот, кто пришел, взял эту ответственность на себя, то я только могу сказать ему спасибо. Честно вам скажу, эта ноша не такая легкая. И если пришли люди, которые готовы ее разделить вместе с нами, то мы должны быть благодарны. И я благодарен сегодня всем, кто помогает, всем, кто принял участие и работает. И начиная от президента федерации, заканчивая последним волонтером, всем большое спасибо за то, что они здесь сделали на этой арене для наших спортсменов. И самый масштабный в истории чемпионат Казахстана мы сегодня наблюдаем. Значит, результат работы есть. И это хорошо. Спасибо большое, Анатолий. И последнее, так скажем, традиционное пожелание нашей молодежи Казахстана. А вот вас. Ну, в камеру пожелаю тогда прям нашей молодежи всей соответствовать нашему девизу, который нас подвигал все это время, быть сильными. Быть сильными в каком плане? Кто-то недопонимает смысл в том, быть сильными духом прежде всего, и не отступать от правильных идеалов в своей жизни. Я хотел бы, чтобы у нашей молодежи эти идеалы все-таки были. Чтобы мы стремились к истинному патриотизму, к истинной любви к родине, к истинной любви к своим родным и близким, к тому. И были благодарны тем людям, которые воспитали нас. Это вот такая вот простая идеология. Она в ММА есть. Чтобы мы понимали, что ММА – это не просто способ заработка денег, что это способ пробиться в жизни, что это, допустим, какие-то там навыки, которые помогут тебе завтра стать сильнее в физическом плане, пополнить ряды каких-то криминальных структур, зарабатывать еще что-то, какой-то авторитет дешевый. Нет. Не для этого мы работаем. Мы всегда работали для того, чтобы был здоровый дух у наших молодых людей, чтобы у них было будущее, чтобы у них был какой-то социальный лифт, чтобы благодаря спорту они сформировались как личности в первую очередь, и дальше уже как профессионалы. Каждый в своей деятельности. Ты можешь не быть чемпионом, но ты можешь стать человеком. Вот это главная наша идеология. Я очень рад, что сегодня ассоциация вновь созданная поддерживает такие же идеалы, что они также продвигают все эти идеи и хотят, чтобы наша молодежь шла по правильному пути. И к этому уже подключились на уровне государства. Это значит, что нашему государству не безразлично, куда идет наша молодежь, в частности молодежь, которая занимается единоборствами. Это очень правильно и здорово. Поэтому, ребята, каждый, кто не сдается, каждый, кто поставил себе цель, может добиться успеха. И я хочу пожелать, чтобы так оно и было, чтобы вы добивались своих поставленных целей, и чтобы ваши средства были правильными для достижения. То есть, были у вас правильные идеалы. Цените, уважайте, дружите, любите и будьте сильными. Спасибо большое, друзья. С нами был вице-президент Федерации ММИ Казахстана, господин Анатолий Ким. Спасибо за разговор. Спасибо.